здорово друзья это домашний канал верки и бесконечное лето продолжаем с вами визуальную новеллу вот и у нас по моему день 4 да если я не ошибаюсь если я не забыл вот что мы давненько не играли в нее не уже подзабыл вот ну давайте начнем не так я двинулся в путь по рассказам электроника старое здание построили сразу после войны а мы отправились короче с вами старый лагерь до где по рассказам обитает какое-то привидение какой-то призрак типа здесь где-то неподалеку нашли по моему кроссовок что ли да парень к которому который пропал шурика да по-моему шурик пропал уже вот давайте посмотрим оно было похоже на детский сад или барак я предполагал и рассчитано на куда меньшее число пионеров чем вмещал нынешний лагерь забросили же его лет 20 назад уже совсем стемнело да ладно мы еще и ночью поперлись до фонарик то взяли чуть не помню ночной лес был совершенно не похож на дневной за каждым деревом скрывались таинственные тени отовсюду слышались непонятные шорохи и крики ночных птиц а под ногами предательские хрустели ветки светила полная луна так что стоило поберечь батарейку в фонаре наверняка она мне еще пригодится до фонарь мы получается взяли чем дальше я продвигался тем больше в голову лезли всякие неприятные мысли нет я совсем не боялся темноты не верил в пред привидение и прочую мистическую чепуху но при этом за последние несколько дней я столкнулся с таким количеством необъяснимых явлений что поневоле начал видеть подвох даже в простых вещах и более некомфортно было мне в ночном лицу да тем более одному хотя мы сами отказались нам предлагали до компанию мы сами отказались куда ни посмотри каждая тень каждое дерево или кустарник представлялись причудливыми созданиями сбежавшими из фильмов ужасов или рассказов стивена кинга до стивена кинг это мой любим один из моих любимых писателей клёвые мне нравится у него не то что вот мистика да мне нравится у него вот подача то что вот во время мистики да вот это ужасов триллеров которые вот он пишет сами вот эти вот психологические взаимоотношения людей там книги между собой да вот он описывает это четко так прикольно ветка в темноте казалось рукой которая норовит схватить тебя за плечо лежащее бревно трупом человека который так и не смог выбраться из чаще а в каждом небольшом овражки виделась бездонная пропасть если бы я попал в этот лес при других обстоятельствах без всех этих автобусов пенниерлагерей мне конечно тоже было бы не по себе но тогда бы я смог рационально объяснить все происходящее понять что бояться здесь кроме сов и мышей нечего но сейчас причин для страха было предостаточно несмотря на все это до старого лагеря я добрался без приключений на небольшой полянке со всех сторон окруженные деревьями стояла здание больше напоминающий детский сад детский сад но не знаю что то на детский сад она не смахивает нет на детский сад мне не похож краска со стен облезла в окнах почти не осталось стекол кое-где порушилась кладка на крыши местами зияли пробоины словно от бомбежки перед зданием раскинулся небольшой садик огороженный заржавевшим забором похоже когда-то это была детская площадка там стояли карусель качели горки и прочие советские аттракционы все они конечно же были серьезно потрепаны временем из ровной коррозии и изломаны довершала картину трава которая разрослась так что доходило мне до пояса луна выглянула из-за туч и осветила старый лагерь да так атмосфера еще звук да так вот мелодия звук там атмосферный такой прям как в хоррор попали мне показалось что все вокруг ожило в окнах появился появились стекла на стенах свежая краска я услышал задорный смех увидел полупрозрачных детей весело разрезвящихся и бегающих под подвору строгую вожатую на крыльце держащую в руках корзину с белыми яблоками уборщицу бабу маню дремлющую в теньке смысле увидел полупрозрачных детей да ладно призраки у меня мурашки побежали по спине конечно все это было плодом моего воображения но сам старый лагерь настолько напоминал мне напоминал все поставок апокалиптической картины которые проходились приходилось видеть в жизни что померечиться может всякое я довольно долго стоял на месте но все же решился идти дальше конце концов надо искать шурика только вот непонятно что он тут забыл и здесь ли он вообще ботинок лесу рядом с этим местом еще не ничего не значит впрочем если его не съели волки а мне почему-то казалось что волков в этом лесу нет то скорее всего он здесь я аккуратно прошел через двор раздвигая руками высокую траву и стараясь не напороться на какую-нибудь железяку но на крыльце остановился в нерешительности изнутри на меня смотрела непроглядная тьма даже яркий лунный свет не вылавливал ни одного предмета ни одного контура в голову начали лезть мысли о том чтобы дальше не ходить и спешно покинуть это место но я собрался силами включил фонарик и шагнул через порог внутри здания напомнил а типичный детский сад почему мы все детский сад и мерещится мне вот если честно ну не знаю ну мне кажется не похуже на детский сад у меня еще остались воспоминания с детства так что все тут было знакомо спальная комната средами кровати тесно прилегающих друг другу большая игровая туалеты столовые подсобные помещения повсюду виднелись истлевшие следы было детской радости иногда фонарь выхватывал из темноты полу сгнившую гуклу или пластмассовую машинку проколота резиновый мячик или разбитый строй оловянных солдатиков на столе лежала высветавшая от старости книга я пролистал несколько страниц это была сказка которую мне читали в глубоком детстве что-то про войну враги разрушили детский сад и все его обитатели вместе с несколькими взрослыми укрылись небольшом подвальчике а в это время над ними взрывались бомбы чем закончилось не помню но вроде бы никто не умер посмотрев на иллюстрации я сразу вспомнил все те эмоции которые вызывала у меня эта книжка тогда страх грусть сочувствие бедным детям и ощущение вызвыходности довольно странно что именно здесь именно при таких обстоятельствах я нашел именно эту сказку все таки кто-то наверное управляет происходящим пишет сценарий к этой нелепой пьесе шьет костюм местным пионером и рисует декорации на манер этого заброшенного лагеря надо заметить что этот некто весьма талантлив пристальное внимание уделено даже малейшим деталям хотя это место и было заброшено давно все здесь казалось нетронутым конечно время не пощадило лагерь но ведь за столько лет наверняка сюда должны были не раз наведывать наведываться люди тут просто идеально место для молодежи пубертатного периода можно не опасаясь никого распивать спиртные напитки передаваться любовым утехом да и просто все здесь сжечь ради забавы электронник упоминал что заброшенном лагере ходят всякие легенды что здесь живут привидения черти одна история с самоубийством вожата чего стоит моем мире никого бы не поверил в моем мире никогда бы не поверил что это может кого-то остановить но в этой реальности возможно все конечно страх никуда не исчез но я решил что раз уж пришел надо дело довести до конца окей он сейчас действительно так не по себе как тогда становится здание было небольшим так что осмотреть его полностью не составило труда однако никаких следов шурика здесь найти не удалось может быть стоит покричать хотя с другой стороны это не самая лучшая идея расстроена я сел на скамейку в поле и вздохнул привидение где же вы спросил я лагерь и тут глаза мне бросилось какое-то непонятное углубление в углу небольшой приоткрытый люк едва протиснется взрослый человек причем похоже что открыли его недавно так как пыль вокруг была расчищена вот тут я уже по-настоящему испугался так что-то интересное окей получается шурик полез куда-то что может скрываться внизу подвал и что ему надо там а и что ему там понадобилось и что надо это ну да ну почти почти то же самое ой ё-моё я испугался я полностью открыл люк и направил во тьму луч фонаря вниз на пару метров спускалась лестница упирающийся в бетонный пол вдаль у входил низкий узкий коридор я долго думал что делать дальше с одной стороны у меня не было совершенно никакого желания лезть туда с другой если шурик и правда там я громко выргался вслух и начал спускаться внизу было настолько темно что даже фонарь помогал не сильно смотри прям прям коридор знаешь какой-то вот бункер до бункер и такое ощущение кто вход в какую-то будет лабораторию знаешь низкий потолок провода тянущиеся вдоль стен разбитые лампы закованные железные прутья где-то все это уже было так дай-ка я тебя сейчас на превьюшку я медленно начал продвигаться вглубь подземелья дорога уходила вниз а через десяток метров пошли крутые высокие ступеньки вскоре я оказался перед массивной металлической дверью да я же говорю это бункер на какой-то смотри знак радиации медицинские медицинские мероприятия какие-то интересно на ней было нарисован какой-то значок так дай-ка я сохранюсь на всякий случай вот этот момент в игре прям даже интересен даже примут я люблю такое присмотревшись я понял что он обозначает традиционную опасность ну да радиация бункер против радиации во время химической войны какой-нибудь да неудивительно если старый лагерь построили после войны и просуществовал он годов до семидесятых значит это обычное бомбоубежище и бояться здесь нечего впрочем от этих мыслей стало еще больше страшно я решился и с трудом открыл дверь которая тут же с резким звуком захлопнулась как только я приступил порог но это стандарт в хоррорах от этого меня придти передернуло так что руки начали стрястись в глазах потемнело пришел себя я лишь через несколько секунд и только тогда понял что к двери видимо пределана мощная пружина окей передо мной была довольно простая просторная комната смотри для бункера довольно даже как-то да у и уютненько свете фонаря виднелись двуспальная кровать какие-то шкафы вдоль стен а в дальнем углу непонятного назначения прибора посему создавалось ощущение что этим бомбоубежищем никто никогда не пользовался даже не заходил сюда вплоть до того что кровати были застелены его само по себе странно а ты проверь пыль есть если есть значит давно не пользовались если нет то значит кто-то здесь уже да уже побывал мари противогаз лежит противогаз слоненок да старенький такой телефон радио я несколько раз обошел комнату и внимательно все осмотрел шкафах лежали противогазы костюмы химической защиты сухпайка различная бытовая мелочевка прибора значения которых я вначале определить не смог оказались измерителем радиации давление воздуха и температуры а да я думал тарать радио типа радио станция какая-то в общем это было вполне такое типичное бомбоубежище именно таким я себе его и представлял хотя конечно не разу не бывал по будут подобных местах не изученная осталась только дверь в дальнем конце комнаты дверь а вот эта дверь и я потянул за ручку но она не открывалась если кто-то недавно спустился сюда и здесь его не найти то логично предположить что он с той стороны я шепотом позвал шурик ответа не последовало может быть он заперся но зачем что делать дальше было непонятно с одной стороны можно вернуться и завтра привезти помощь но мне почему-то казалось что за этой дверью скрыты ответы которые не будут ждать я еще раз прошелся по комнате взял стоявшуюсь в углу фонку ей я подцепил дверь снизу и попытался сорвать ее с петель как ни странно спустя некоторое время мне это удалось благо она была не такой массивной как предыдущая ох как как смачно то упала до дверь подалась из грохотом упала я отдышался и посветил фонарем в проход вдаль уходил темный коридор такой же как тот по которым я попал сюда окей окей может он приведет нас еще куда-то этот коридор такой же бункер стены смыкались друг с другом потолок буквально давил на макушку а конца все не было видно шел я аккуратно тщательно смотря под ноги и наверное только это спасло меня от того чтобы не провалиться в яму смотри яма отверстие было примерно метра полтора в диаметре а на дне вместо бетона виднелась земля смотри там рельсы похоже дра образовалась от взрыва глубина не такая большая потом вполне можно выбраться спрыгнув дыру и оказался неком подобии шахтерского штрека какие-то шахты реально кей стены потолок были укреплены деревянными балками туннель уходил настолько далеко вперед что не хватало света фонаря через пару минут я оказался на развилке идти дальше опасно можно и заблудиться я решил что неплохо будет как-нибудь обозначить место с которого придется начать путь лабиринт взял с земли камень и сделать довольно большую зарубку на стене что же окей налево или направо ну ладно пошли налево похоже еще одна развилка давай налево я вышел к некоему подобию шахтерского привала везде валялись кирки каски в углу ржавая вагонетка все предметы были настолько старыми что относились скорее к началу века чем к середине получается это действительно шахта а значит тут бродить можно бесконечно но я чувствовал что выход где-то рядом поэтому отправился дальше похоже еще одна развилка погоди а в зарубки то этой нету здесь на стенах дали где налево бог с ним похоже еще одна развилка еще одна развилка вот так вот бесконечно будет развилки опа за последним поворотом стимонтей показалась дверь окей не открыл ее очутился небольшой комнате ангелок какой-то смотри нарисован а чё ленка дура 9 бутылки здесь походу уже были люди да судя по надписям она была совершенно пустой не считая шурика хотел который сидел в углу да ладно шурик он посмотрел на меня глазами полными ужаса а не подходи шурик это же я семён я так просто не сдамся он достал за спиной кусок арматуры и принялся размахивать им шурик ты что успокойся сначала сюда меня загнали потом по шахте водили а теперь семена прикидываетесь похоже у него окончательно поехала крыша шурик успокойся никто мной не прикидывается это я и есть успокойся ты я старался говорить как можно спокойнее но сам волновался едва ли не больше него семён он прищурился правда ты да а теперь расскажи что случилось как ты здесь оказался шурик отдышался и сказал мне нужно были кое-какие детали для робота я слышал что в старом лагере есть бомбоубежище а в нем могут быть всякие приборы вот с утра пораньше и пошел он помолчал минутку унимая дрожь в руках детали я нашел но потом ее глазах читался животный страх голоса они сказали мне пойти сюда я спустился в шахту потом они говорили идти направо налево направо налево направо налево он истерически захохотал но теперь я им не дамся я буду сидеть здесь они меня тут не найдут очки запотели ароматура вновь засвистела в воздухе шурик не то нет там никого я тоже прилично поплутал по шахте но никаких голосов не слышал он пристально посмотрел на меня значит ты с ними заодно шури кинулся на меня да ладно нихера себе шура шура прекрати погоди дак я сохранюсь шура зверел еще под такой музон вообще просто я только успел чтобы вернуться а вот фонарю повезло меньше весь удар он принял на себя мы остались кромешной тьме теперь уже и у меня начала ехать крыша ты что наделал идиот и отмахнулся рукой в ту сторону где я предположительно был шурик но безуспешно теперь мы тут вдвоем сдохнем ответ мне стал лишь молчание а затем тихий истерический смех ничего ничего я знаю где выход иди за мной куда это за тобой я ни черта не вижу на мой голос выбора не было сюда голос шурика прозвучал чуть дальше откуда ты знаешь куда идти здесь все исходил почему тогда не ушел голоса тихо они могут услышать в принципе я мог поверить то что здесь действительно есть какие-то потусторонние силы в лагере совенок подобным вещам удивляться не принято но пока что не было поводов для паники хотя руки тряслись не переставая сюда я медленно шел за его голосом вскоре потерял счет времени может быть мы плутали несколько минут может быть несколько часов наконец-то ли забрежил тусклый свет запрежем запрежем пришли мы уперли в стену будь нас воду переграждал и переграждала решетка под потолком я подтянулся и по кусочкам пейзажа узнал центральную площадь лагеря посади меня шури покорно выполнил мое требование я принялся колотить по решетке кулаками так сильно что через пару ударов они все они все были разбиты в кровь зато решетка подалась от отогнулась через минуту мы уже выбрались на поверхность за памятником генды когда я раньше видел эту решетку то как-то даже не задумался что за ней могут скрываться катакомбы они придут за тобой я бессиленно рухнул на траву кто придут повторил шурик и убежал я был измучен настолько что не мог думать о каких-то голосах вспоминать заброшенный лагерь бомбоубежище или шахту полубреду добрался до домика вожатый однако сразу повалиться спать не удалось явился не заперлился ольга дмитриевна усталым голосом начал я пытаясь свести объяснение к минимуму ты же сказал что идешь прогуляться а сам да я да я уже в собиралась и вообще ольга дмитриевна это не может подождать до завтра я очень устал вожата смирила меня взглядом ладно уж меня несколько удивило то что она так легко согласилась но предоставленные возможности я решил воспользоваться побыстрее выключил свет лишь минут под одеяло окей но главное шурика нашли ну что-то там в этих катакомбах что-то блин там такое да я надеюсь мы еще раз туда вернемся и посмотрим мы бежали бежали из последних сил так бежит человек отчаянно цепляющийся зараза жизнь обреченный человек который знает что ему уже не спастись но все равно борется с неизбежным судьбой я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь не знаю насколько глубоко это бомбе бомбоубежище и способна ли она выдержать ядерный взрыв но сейчас нам больше негде спастись она крепко сжала мою руку не бойся с потолка сыпалась штукатурка стены тряслись я приготовился к худшему хотя смерть это такая вещь которая никогда нельзя быть готовым но вдруг наступила полная тишина которая словно звенела в ушах пугая еще больше чем взрыв бомб пора прощаться наверное она схлипывала я хотел ее хоть как-то утешить утешить но понимал что ничего сделать не могу да знаешь я ужасный грохот барабанной перепонки словно разорвались кажется меня придавило рухнувшим потолком но более не почувствовал мне лишь хотелось не отпускать ее руку сон это наверно сон да я проснулся в холодном поту задыхаясь жадно ловя ртом воздух тебя прийти удалось не сразу это сон окей ладно давайте сохранимся и на этом закончим вот пятый день приснился хреновый сон и продолжим в следующем видео вот кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся на инстаграм и с вами был валерий всем пока аппетита Субтитры создавал DimaTorzok